всем привет друзья мне просто каждый день задают вопросы начинающие игроки как и где начать прокачку аккаунта без доната без нормальных удочек и разряда на все эти вопросы на данный момент ничего нового я вам не могу ответить и на стримах также как и в этом видео вы услышите старую информацию по прокачке на все тех же рыбах и базах но ведь не я виноват в отсутствии альтернатив но тем кому все это интересно и незнакомо желаю приятного просмотра ну и конечно же большое спасибо за поставленный лайк и подписку на мой канал я не буду в этом видео останавливаться на какой-то одной рыбе или базе а расскажу вам по порядку возрастания требуемого разряда для рыболовной базы и последующей прокачки на ней пройдясь по основным способом как можно быстрее чтобы не затягивать видео и объединить при этом все возможные способы прокачать аккаунт достигнув всего лишь 6 разряда вам стоит приобрести себе удочки по крайней мере от 50 килограммов и начинать ловить карпов на рыболовной базе рыбхоз качестве наживки используйте бойл тесто или кукурузу тут же попадается и гигантский карт на бойл улитку или макуху но опыта он дает не столь много чтобы ставить в цель поймать именно его для начала этого вам будет думаю вполне достаточно ловить будет разумно именно на поплавочную снасть так как вы будете получать больше опыта нежели при ловле на донку получив 22 разряд у вас появляется альтернатива поехать прокачиваться на рыболовную базу него где можно разловить атлантического осетра на локации петропавловская крепость клюет он на раковую шейку улитку и моллюска для этого времени вам стоит купить себе по крайней мере лукфиши на 395 килограммов и после того как вы уже потяните рыбу к берегу стоит выпить алкоголь чтобы получить еще больше опыта эта рыба сразу топит поплавок и всю мелочь лучше скидывать и не тратить наживку при разлове используйте жмых плюс наживка в качестве прикормки на двадцать четвертом разряде вам открывается доступ к базе майнгунгна где ловится таймень на второй локации это спиннинговая рыба и при отсутствии большого разряда много крупных особей вы ловить вряд ли будете но для разнообразия поплавочной ловли думаю вполне сойдет прокачать всего лишь один разряд для того чтобы получить доступ к уралу здесь можно ловить на много различных блесен но я рекомендую вам остановиться на воблере 3009 большом и ловить на медленной и средних проводках опять таки под алкоголь получается немало опыта 25 разряда вы получаете доступ к рыболовной базе урал где водится сразу же два интересных для вас вида с помощью которых можно неплохо прокачаться используя все те же лук фиши во первых это конечно же ловля сама на локации теплый перекат на поплавочную снасть заброс 692 наживка для его ловли лягушка но при разлове стоит использовать кусочки мяса при этом подкармливая жмых и кусочки мяса кроме прокачки опыта вы будете здесь и параллельно неплохо зарабатывать деньги как для своего разряда ведь и стоит саму немало вторая рыба на этой же базе для прокачки это персидский осетр который ловится на локации сазани яр на куски рыбы опыта он дает даже больше чем сом при поиске своей точки заброса стоит использовать стандартную прикормку жмых плюс наживка и лучше всего выбирать самые глубокие ям после 30 разряда вам становится доступной база амур но не забывайте что при этом вам нужно еще и 3000 кармы где ее можно набить посмотрите моё видео ссылку я оставлю в описании нужна она нам для того чтобы ловить сама солдатова который дает тоже немалое количество опыта как для мерзких разрядов при этом ловится все на ту же лягушку на третьей локации также на этой базе можете половить на локации богачёва ауху и черного леща на кусочки рыбы и краба мне этот способ не особо понравился далее опять спиннинговая ловля на рыболовной базе колыма который открывается с 33 разряда на локации белая береза ловится много интересной для прокачки рыбы виде чавычи гольцов и других видов красной рыбы которые дают очень много опыта как для таких мелких весов лучшие блесны для ловли здесь это воблер 3015 и большой и 3007 также можно использовать самодельные блесны и если такие имеются все их использовать стоит большого размера при медленной проводке ну и также можно подтаскивать сразу же три рыбы и выпивать алкоголь опять-таки получая опыта больше 35 разряда доступна база чаган где на локации белая яма также ловится много сама и это как альтернатива уралу но здесь по моему его ловить будет лучше так как локация намного короче и вытаскивать их будет намного проще и быстрее на тридцать шестом разряде становится доступной база кухту и ночью стоит обратить свое внимание на ловлю чавычи на блесны использовать можно например 3007 воблер большого размера также здесь работают разные воблер и колебалки большого и среднего размера для ловли тайм меня на второй локации также есть много нужной вам для прокачки рыбы а именно таймени чавыча крупные экземпляры часто можно поймать ночью ловить лучше здесь на воблер три тысячи десятый большой три тысячи седьмой большой и xl 14 дальше начинается самый брусный период прокачки сорокого разряда где вам придется постоянно метаться между вышеупомянутыми водоемами в надежде добить каждый следующий засчастный разряд но с этого разряда открывается база байкал на которой много рыбы которая дает немало опыта и при этом плюет очень и очень активно также стоит немало денег а именно омули которые еще и квест идут голомянка широколобка темная и другие здесь я думаю нет смысла пить алкоголь так как это будет занимать много времени не так дают много опыта лови здесь лучше всего на икру со дна на поплавок при этом вытаскивать только когда рыба сразу топит поплавок чтобы не вытаскивать ненужного омуля серегинского и спиннинговой ловли лучше всего работают почти все экстейлы и самодельные вращалки на сорок третьем разряде становится доступной база колпаковок где на локации широкий плес на самодельные вращалки ловится много горбуши и другой красной рыбы кроме того часто клюет крупные чавыча лучше всего клюет на четвертой и пятой локации на воблере 3007 14 и стал 14 также на хендмейт флаг 4 и 6 медленную проводку на этой базе всегда сидят рыбаки которые ловят горбушу для сундуков вы можете также попробовать себя в этой отрасли рыбалки лабын кир открывается 45 разряда и на локации западный пляж острова ловится топе глубинная щука для ее ловли лучшим вариантом станет воблер 3008 большой медленную проводку дает это рыбам немалое количество опыта и возможность понемножку прокачивать свой разряд далее вы уже сами решайте что и где ловить чтобы прокачивать разряд в будущем так как без удочек и вложений особых перспектив попросту нету как бы все этого не хотели и вряд ли будет даже при выходе следующего обновления лично я могу лишь посоветовать покупать путемки на ту же патагонию и там на безымянном заливе ловить чавычу южноамериканскую лосося кольца крестивомера и другую рыбу которая при весе около 50 килограмм дает до миллиона опыта я поверхностно пробежался по самым интересными затребованным для новичком базам для прокачки опыта при этом оставил без внимания много промежуточных баз но не стабильно прокачиваться тоже особо не получится так что где и что ловить решать только вам могу сказать точно что начинать играть данный момент и прокачивать аккаунт без доната дело нелегкое и требует терпения огромного количества времени ловить гигу на крите уже давно не актуально так как даже в турах ее долго приходится искать а для ловли косатки на шантаре или для кита карликова опять-таки нужны хоть какие-то удочки наверное лучшим решением будет устроиться на работу можно так сказать на днепр дельте и зарабатывать себе на удочки на рапане это видео вряд ли вышло бы если не столько вопросов по этому поводу хоть и ответы на них уже есть давно на ютубе по вашим просьбам я его сделал объединив все в одном видео и надеюсь теперь этих постоянных вопросов будет намного меньше ну а на этом все всем спасибо кто досмотрел видео до этого момента не забываем про лайки а также подписывайтесь на канал и пишите комментарии всем удачи и всем пока и